Я хочу сказать, что мои дети, пятый класс, мечтали об этом уроке. Когда я им первый раз показала буквы, написанные минуем, каллиграфические, они стали просить, пожалуйста, Мария Леонидовна, принесите перышки и научите нас писать каллиграфические буквы. Я говорю, я сама только учусь, я пока еще не могу, но я вам приглашу специалиста, который вас научит. Поэтому для них этот урок был исполнением мечты. Здравствуйте, ребята, садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас урок необычный. Сегодня на наш урок пришли гости и проводить этот урок буду не я, а Елена Владимировна Макарова. Она специалист по цирковно-славянскому языку, преподает в Свято-Тихоновском православном университете. И о себе она вам немножко расскажет. И представляю вам, пожалуйста. Здравствуйте, ребята, я очень рада вас видеть. О себе я вам рассказывать не буду ничего, скажу только, что я преподаю не только в университете и в школе. В школе я преподаю уже очень много лет, поэтому я примерно представляю, какие у вас интересы. И надеюсь, что сегодня наши интересы соединятся, и мы урок наш проведем интересно. Обещаете мне? Замечательно. Ну что ж, я приехала к вам специально в честь Дня православной книги. Давайте несколько такое введения сейчас сделаем, поговорим о том, что это такое. Все знают, что такое книга, правда? Вот День православной книги посвящен определенной дате, которая празднуется уже, вернее, празднуется она, может быть, не так много лет, но православная книга как таковая, как первая печатная книга у нас появилась очень давно. Представляете, почти 500 лет назад. Это очень и очень давно. А знаете ли вы, вот если у нас православные книги, вообще книги, книга печатанная на Руси, 500 лет, были ли до этого какие-то книги? Или вот появились книги, и люди стали читать, а до этого они не читали и ничего в руках не держали? Как вы думаете? Да? И так вот появилась печатная книга. Ну вот, скажем, вот такая, да, это же печатная книга. А до печатной книги что было? Рукописные книги. Были рукописные книги, конечно, все это знают, поэтому не смущайся, отвечайте. И так были рукописные книги. А ведь письмо само как таковое появилось очень давно. Ученые довольно долго считали, что 3000 лет назад появилось письмо. Теперь новые сведения у историков, у археологов говорят, что оно еще раньше появилось. То есть в любом случае это очень давно и намного раньше, чем появилась печатная книга. И вот сегодня мы будем говорить как раз не о печатании, не печатать книжки мы сегодня с вами будем, а поговорим мы с вами о письме. И здесь вот мы должны ввести вот этот вот термин, да. Это каллиграфия. Каллиграфия. Что это такое? Это греческое слово. У нас очень много греческих слов в нашем обиходе. Например, вот вы сидите за партой, да, держите в руках тетрадь. Очень многие предметы наши называются греческими словами. Мы просто даже этого не замечаем. Вот вы, наверное, не знаете, что тетрадь – это греческое слово. И греческие школьники, так же, как и вы, берут в руки то, что они называют тетрадио. Похоже, правда? И очень много других таких слов. Математика, география, вот все предметы, какие вы учите, они называются по-гречески. Так вот, слово каллиграфия, да, по-гречески это звучит каллиграфия, немножечко по-другому, да, звуки произносятся, означает красивое письмо. Вы любите писать? Не любите? Скажите, ну, я понимаю, потому что это трудно. Вот считается, что это высший вид речевой деятельности. Читать, говорить все могут, правда? Говорить любите? Любите. Слушать любите? Да. Любите. Читать любите? Да. Тоже любите. А вот это все были виды речевой деятельности. И вот только письмо – это высший вид речевой деятельности, он самый трудный. Поэтому отсюда и трудности. Но, оказывается, писать-то можно по-разному. Можно написать просто, взять там что-то такое, накалякать, и тоже будет письмо, и даже, может быть, поймут. А можно написать красиво. И вот как раз о красивом письме мы сегодня с вами и поговорим. Язык этот сложился, значит, специально для того, чтобы возвратился наш народ и стал таким русским православным народом. И что алфавит наш и каждая буковка имеют свое имя, что это вот редкость для языков других народов. Азбуки, в виде, да, и до конца. И сколько там было буквок, и каждая буковка, значит, на своем месте. И, конечно, красота, она входит в человека сразу с этими буквами, с этим знанием. И, значит, я считаю, что человек, кстати, не только богаче от того, что он начнет заниматься церковно-славянским языком во всей полноте. Ну, сначала давайте посмотрим еще кое-какие слайды, которые нам важны. Итак, посмотрите, пожалуйста, что вы видите на этом слайде? Дерево. Дерево, конечно, дерево. А кто знает, что это за дерево? Вот глядя на подписи, что это дерево, символ чего это дерево? Слов пришедших из других языков. Очень интересная у тебя мысль, замечательная мысль. Какие еще будут ответы, ребят? Как вы думаете, что это за дерево? Вот вы так все сразу догадались, что это дерево. Никогда не видели, да? Оказывается, это научный символ. Очень важный. Очень важный для всех-всех-всех людей, которые живут на земле. Потому что это языковое дерево, древо. Языковое древо. Вы, наверное, знаете, да, когда-нибудь слышали, может быть, дома читали Библию, и знаете, что в Библии рассказывается о том, что все люди произошли от одной пары, да, как их звали. Адам и Ева. Видите, вы все знаете, замечательно. Но дело в том, что сейчас и ученые доказали, что есть очень точные такие анализы, да, которые подвели людей как раз к мысли о том, что действительно, то, что сказано в Библии, это правда. Люди произошли от одной пары. Но раз люди произошли от одной пары, вот Адам и Ева, они же на одном языке разговаривали. Потом у них появились дети, внуки, правнуки. Они стали расселяться, да. И вот тот язык, на котором говорили Адам и Ева, он стал потихоньку распространяться. И получается так, что когда человек уезжает куда-то очень далеко и не имеет возможности общаться с теми, с кем он говорил на какой-то другой своей земле, язык потихоньку начинает изменяться. И в результате что у нас получилось? Получилось вот такое языковое древо. То есть когда-то у нас был проязык, на котором разговаривали все наши предки, да. Потом предки стали расселяться по всему миру, и вот в разных местах, в разных странах стали появляться уже свои виды языков. Правильно? Видите? Я думаю, что теперь вы написаны мелко, но все-таки вчитаясь, вы можете узнать какие-то языки, которые вы изучаете. Кто нашел английский язык здесь? Не нашли? У меня указочки нету, да. Вот сюда у нас уходят языки романо-германской группы. Вот видите, там латинский нашли, да, вон французский, там. Там замечательно нашли английский. А теперь скажите, а какая вот из этих, у этого дерева самая мощная ветвь? Посмотрите внимательно. Нет, просто покажи, скажите, где она, справа, слева? Справа. Какая самая мощная ветвь? На которой справа вверху, правда? Вы видите? Ну кто прочитал, какие языки на этой самой мощной ветви находятся? Славянские, западные, славянские. Славянские. Вы видите, вот оказывается, славянская ветвь, она самая вот в этом языковом древе, который происходит из одного корня, называемого проязыка, она самая мощная. Итак, вот у нас славянская ветвь, она самая мощная. И на этой славянской ветве, конечно же, находится русский язык, правда? Но и какие-то другие, может быть, вы их назовете, как вы думаете? Какие еще славянские языки вы знаете? Белорусский. Белорусский, совершенно верно. Это прямой сосед с нами. Еще какой? Чешский. Чешский. Чешский, это уже западнославянский, да? А вот восточнославянский. Русский. Белорусский, украинский, совершенно верно. Эти три языка, это находится на одной веточке. И еще некоторые другие языки, но мы должны запомнить, что это самая мощная ветвь. Хорошо? А теперь давайте подумаем вот о чем. Мы с вами носители русского языка. Ну, не знаю, может, вы еще какие-то славянские языки знаете? Нет среди вас, кто знает украинский язык? Немножечко. Белорусский, не знаете, да? Не знаете. Но в любом случае мы должны согласиться с тем, что это языки родственные. Вот такой вот вопрос. Раз у всех языков есть какой-то корень, да, про язык, может быть, и у славянских языков есть какой-то тоже общий корень, вот мощная такая вот веточка. Как вы думаете, что вы об этом знаете? Греческий. Греческий, ты молодец, ты очень большой молодец, замечательно. Без греческого, вот Александр Сергеевич Пушкин сказал, что русский язык счастливый, потому что ему очень помог греческий. Ну, Пушкин там это красиво сказал, мы основную мысль только. Действительно, греческий очень большую роль сыграл в становлении всех славянских языков. А почему? Почему? Потому что православие начало сгреться. Замечательно. Да, но вот мы все-таки сейчас о письме говорим, да, вот если говорить о письме, о языке, кого нужно вспомнить для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот значимость. Итак, благодаря кому вот славянская ветвь такая мощная? Ведь не просто так, наверное, она самая мощная, да? Посмотрите, пожалуйста, кто это такие? Не знаете? Никита и Мефодий. Кирилл и Мефодий, да? Это святые рампостольные Кирилл и Мефодий. Они были греками. И вот они проделали колоссальный, совершенно уникальный труд, благодаря которому славянские разговорные языки впитали от себя лучшее от греческого языка. И видите, какие они стали мощные, как они развиваются замечательно, эти языки. Что нам с вами важно, глядя на Кирилла и Мефодий? Можно было, конечно, очень много про них рассказывать. Если вот сейчас мы праздновали День славянской письменности, я бы побольше вам рассказала о Кирилле и Мефодии. Но у нас другая немножечко тема. Важно то, что греческий язык, которым они владели, а уж больше тысячи лет прошло с тех пор, как все это произошло, это был самый совершенный язык во всей Вселенной. Самый совершенный язык, самый красивый, самый развитый. У него была самая такая вот богатая грамматика. Очень много слов, то, что называется лексикой, вы же учите в разделе лексики, правда, в школе. Самые такие изумительные слова были. И вот Кирилл и Мефодий, вот это вот лучшее, чем обладал греческий язык, они это принесли славянам. И поэтому славянские языки стали так развиваться. Вот посмотрите, оказывается, Кирилл и Мефодий создали специальный язык, письменный язык. И этот язык получил специальное название. Он называется церковно-славянский язык, вот так вот в одно слово, церковно-славянский язык. Почему же он называется церковно-славянский, вот не какой-то там, как ты думаешь, почему? Потому что Кирилл и Мефодий, они были святыми, вернее, это здесь православные. Это интересный ответ, попробуй ты ответить тоже. Ну, может быть, потому что в церкви все написывается этим языком. А потому что они специально создавали этот язык для церкви. Вот поэтому он называется церковно-славянский. Вот все, что они сделали, это было сделано для того, чтобы люди, которые ходят в церковь, могли совершать службу, могли Богу молиться. На своем языке, на славянском, получился вот такой уникальный язык, церковно-славянский. Ну, наверное, вы не назовете ни одной школы, никто из ваших знакомых не учит церковно-славянский, да? Не знаете таких. А я знаю, и я знаю, что, я знаю очень много школ, где дети учат церковно-славянский язык, и не только, естественно, в нашей стране. Вот сейчас у нас тут некоторые слайды будут мелькать из школы, где как раз ребята изучали церковно-славянский язык. Ну, тут, видите, вот они сидят, пишут в прописях, вот такие у них прописи интересные. Как раз я вас подвожу к тому, чем мы займемся с вами сегодня. Вот они держат эти прописи в руках, и тот самый плакат, который вы уже видели. Вместе со своей учительницей стоят, радуются. Так, давайте, наша каллиграфия будет отталкиваться именно от церковно-славянского языка. Ну, вот сейчас перед вами на экране возникли три азбуки. Посмотрите, азбука справа – это тот самый греческий алфавит, которым пользовались Кирилл и Мефодий, и которым в IX веке, когда они жили, пользовались почти все. Почти все, кто жил вокруг Средиземного моря, и севернее, и западнее, и южнее. А вот здесь у нас две азбуки. Тут очень большая тайна. Как бы я хотела вам рассказать об этой тайне, но сегодня у нас не получится. Может быть, когда-нибудь вы сами об этом узнаете. Здесь две азбуки, которые имеют самое непосредственное отношение к тому, что создали Кирилл и Мефодий. Одна из этих азбук называется, кто прочел уже, ребята? Глаголица. А другая? Кириллица. Вот ученые считают, на самом деле, это действительно тайна. Ее еще нужно открывать и открывать. Знаете, сколько у науки тайн? Наука ждет, когда вы вырастите и будете открывать эти тайны. Вот уже много лет ученые пытаются открыть эту тайну, и только могут предполагать, что же, как это все было. И ученые считают, очень многие ученые считают, что Кирилл и Мефодий сначала создали глаголицу. Или, может быть, и ту, и другую азбуку. Но если мы посмотрим на эту азбуку, то мы увидим, что очень многие буквы похожи на греческие. У них есть кое-какие каллиграфические, графические отличия, но на самом деле они будут очень похожи. Посмотрите. Буква Альфа. Узнаете? Буква Вита. Узнаете? Конечно. Буква Гамма. Ну, по крайней мере, вот большая буква Гамма узнаете, да? Ну, буква Дельта, все-таки, если мы задумаемся немножко, то тоже узнаем здесь, какую букву. Конечно. Больше половины букв будут совпадать с русскими. Правильно? Получилось так, что, создав глаголицу, а может быть, и кириллическую тоже запись они подарили славянам, может быть, они обе существовали, Кирилл и Мефодий подарили нам в наследство вот эту замечательную азбуку, которую мы называем сейчас по имени одного из создателей – кириллица. И вот сегодня мы с вами как раз и займемся этой азбукой. И вот, наконец, кириллица. Всмотрелись. Посмотрите, какая красивая. Много букв мы можем с вами узнать отсюда, ребята? Много. Правда ведь? У нас греческая азбука называется, по названию первых букв, да, там первые две буквы были – альфа, вита. Какое слово происходит отсюда? Алфавит. А здесь у нас первые буквы? Азбуки. Азбуки, значит, азбука – это синонимы. И алфавит, и азбука – это синонимы, очень-очень такие точные, недальние синонимы. Ну что ж, теперь можно включить свет, и мы с вами начнем заниматься каллиграфией. Замечательно. Итак, ребята, каждый берет листочек, каждый берет вот такую ручку. Взяли вот такую ручку. Все взяли, да? Только я сразу вам хочу дать совет. Эти ручки не терпят, когда они открыты и не терпят лени. Когда я увидела перьевую ручку, которую педагог предложил детям для занятий, знаете, что-то всколыхнулось такое родное и давно забытое. В школе, в советской школе, написали перьевыми ручками. И это было нормой, это было хорошо. И, знаете, очень влияло на наш почерк. Сейчас дети, когда задал педагог вопрос, сказали, что писать они не любят. Действительно так. Дети писать сейчас не любят. А возможно, что именно занятия по каллиграфии, перьевой ручкой, той самой старенькой, возродили бы нашу традицию красивого письма. А кто красиво пишет, тот красиво мыслит и красиво действует. Держи ручку. Теперь давайте посмотрим, как мы эти ручки будем держать. Покажите мне все, как вы держите эти ручки. Держите. Замечательно. Теперь ответьте мне на вопрос. Вы любите кататься на лыжах? Да. А что вот самое приятное, когда вы катаетесь на лыжах? С горки. С горки. С горки. Приятно, когда мы скользим, правда? Вот сейчас нет, никогда скользим. Когда вот так вот катимся, да, на лыжах приятно. Вот давайте мы сейчас вспомним, как мы катаемся на лыжах. Кто-то может быть на коньках, на саночках. И вот этот вот эффект скольжения мы должны будем воспроизводить в то время, когда мы будем учиться писать каллиграфии. Каллиграфически. Итак, ручки мы с вами проверили, да. Посмотрите, можно я твою ручку возьму? Обратите внимание, ребята, у нее такое металлическое перо. Представьте, что это ваша лыжа, да. Лыжу ведь нельзя поворачивать вот так, правда? Мы должны плоско ее держать. Значит, вот эта вот металлическая поверхность, она должна смотреть вверх плоско. Все поняли, проверили? Пальчиками не трогайте, а то потом будете долго все это отмывать. Договорились? Значит, не переворачиваем вот так и не держим боком. И постараемся, хотя это может быть не у всех сразу получится, чтобы противоположный конец у нас не в небо смотрел, а по возможности вот в наше плечо. Итак, покажите мне, как вы меня поняли. Так, 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 хорошо, хорошо. Следующий момент. Листочки, которые перед вами лежат, нужно положить очень ровно. Посмотрите, когда вы пишете по-русски, вы тетрадочку держите вот так. Так вас научили в первом классе. И у вас письмо получается с наклоном. Это другой тип письма. Сейчас мы с вами будем писать кириллицей, уставным письмом, уставное письмо без наклона. Поэтому листочек нужно положить вот так, а не наискосок. Хорошо. Ну и последнее, на самом деле это первое. Нужно проверить, как мы сидим. Проверьте, как вы сидите. Так, спинка должна быть очень ровная. Как у вас кресло стоит, проверьте. Так, все правые рукой меня пишут, левые никто не пишет? Все правые. Замечательно. Значит, прежде чем начать писать, мы должны убедиться в том, что у нас позвоночник абсолютно прямой. Ножки не у всех достают. И левая рука у нас должна лежать на парте. Это очень важно. Не вот так вот, а вот на парте она должна лежать. Потому что она будет подпирать наш позвоночник. Без этого мы не сможем красиво писать. Если она подпирает позвоночник, то позвоночник уже дает возможность правой руке свободно работать. Всем понятно? Хорошо. Итак, ребята, закройте ручки. Еще раз ваше внимание сюда. Посмотрите, пожалуйста, на эту азбуку. Скажите, как вы считаете, какой основной элемент вот у всех этих букв? Ну какой? Ты же рукой показал, словами скажи. Словами скажи, что это за элемент. Палочка? Что ты так боишься? Палочка, конечно. Эту палочку принято называть мачта. Ведь похоже на мачту, правда? Мачта ведь вот такая, да? Прямая. Так вот сейчас мы с вами будем учиться писать вот эти прямые мачты. Поднимите ваши ручки, чтобы я еще раз убедилась в том, что вы их держите правильно. Ребята, пера пальчиком касаться нельзя. Вот уже кто-то руки испачкал, да? Ну ничего, потом вымоем. Ровные палочки. Большую, маленькую. Без наклона. Большую, маленькую. Усвоили? Теперь, пожалуйста, в ваших тетрадочках, на ваших листочках. Так, как на лыжах едем. Так, помогу ручку вот так. Значит, пишем, ребята, обратите внимание, у вас там узкие линейки, да? Вот в узкой линейке пишем. Так, хорошо. Так, ты видишь, у тебя листочек криво, и у тебя полчаса наклон. Видишь? То есть, от линейки к линейке пишем. Так, листочек вот так вот напротив себя положим. Ты видишь, у тебя наклон? Видишь? Постарайся без наклона. Так, хорошо. Так, взрослые тоже могут участвовать. Так, достаточно. Теперь сделать следующее. Возьмите так листочек и вот так перед лицом подержите. И скажите, у кого без наклона? Честно, вот кто увидел, что у него без наклона? Поднимите руки. Просто кривые, да? Нет, у вас не кривые. Итак, мы с вами научимся писать мачту. Теперь мы к этой мачте давайте нарисуем парус. Посмотрите. Я сначала вам покажу. Мачта. Да? И вот так вот, как будто дует ветер и парус. Понятно? Пожалуйста, самостоятельно. Значит, мачту. Ну, вы начните. Темп у всех разный, да? На следующей строке уже можно. На следующей строке проверяйте, чтобы у вас листочек лежал ровненько. Представьте, что дует ветер. Откуда ветер дует? С востока, да? Дует восточный ветер. Парус должен быть полным. Так. Маленькую давайте покажем. Для того, чтобы написать маленькую, мы мачту нашу сделаем наклонной. Мачта. И вот он наш парус. Здесь уже ничто не будет ему мешать. Вот так мы сделаем. Пожалуйста, сами. Скользим ручкой. Представляем, что мы с вами едем на лыжах. Да? Скользим. Листочек точно перед собой. Вот, 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 вот перед собой. Ребята, некоторые из вас листочек почему-то в сторону кладут. Посмотрите на меня. Он должен лежать вот точно перед вашим лицом. Не в стороне, а перед лицом. Потому что когда он в стороне, вы не видите, что вы допускаете наклон. Ну, это нужно тренироваться каждый день, конечно, чтобы получалось идеально. Хорошо, давайте теперь попробуем написать буквы, в которых нет мачты. Посмотрите, пожалуйста, вот в церковно-славянском, в церковно-славянской азбуке есть такое интересное явление, когда один и тот же звук могут передавать разные буквы. Посмотрите, буква Зело и Земля. Они передают один и тот же звук. Служат исключительно для орфографических целей. Сейчас мы их попробуем писать. Посмотрите. Давайте лучше те буквы, которые есть в ваших именах. Ну, давайте букву КАКО напишем. Мачта прямая. Сначала смотрите, как я это делаю. И вот такие вот элементы. Маленькая немножко по-другому будет выглядеть. Так, пробуем. Я хожу, помогаю. И ручку держи вот так, чтобы она у тебя вот больше вот скользила. Вот представь, что это лыжи, вот прям скользила так вот. Держи, 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 держи. Я тебе помогаю, тебе хочу показать. Вот, чтобы скольжение было. Вот. Вот так вот. Ну, ничего, это сейчас. Так. Не в кулачке держим ручку. Ты немножко ее в кулачок взяла. Мы же проверили, да? Вот пальчики вот так вот должны ее сжимать. Так. Наклон у тебя. Вот, потому что у тебя листочек лежит вот в стороне. Он должен перед лицом твоим лежать. У тебя тоже. Ты держишь с наклоном листочек. Вот так вот. Ребята, я предлагаю вам сейчас вот такой выполнить прием. Письмо мокрой кистью. Значит, сейчас вы будете по одному ко мне выходить к доске. И мы с вами будем писать букву «он». Смотрите, я вам напишу, как две половиночки такие, да? Смел немножко подводит. Вот такую букву «он». Вот так пишется большая, вот так пишется маленькая. Итак, по одному ко мне выходите к доске. Все работают в тетрадочке, пишут букву «он». Выходите, а мы с вами будем писать мокрой кистью. Никогда мокрой кистью не писали? Нет? Ну, вот видите, сейчас попробуйте. Выходи. Держи кисть. Вот на этой линейке себе удобно будет. А я потом вам могу рассказать. Так, точно так же держим ее плоско. Да? И вот так вот. Раз. Так. Так. Два. Вторую половиночку. Нет, нет. Раз. Два. Следующий. Хорошо. Так, ты прямо у нас настоящий художник, как художник стоишь. Так. Так. Хорошо. Пиши вот здесь. Очень сухо в помещении. Моментально высыхают буквы. Так, больше, более круглая она. Давай, давай вместе со мной. Смотри. Месте со мной. Вот здесь вот. Передвинься. Стой напротив. Напротив того места, где ты пишешь. Стой. Раз. Вот так вот полукружность. Нет, 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 нет. Раз. Хорошо. Следующий. Давай, ты повыше вот здесь вот пиши. Тебе будет здесь удобнее писать. Так, плоско держим кисть. Да, вот так же, как и ручку. Раз. Хорошо. Два. Молодец. Так, шажочек маленький. Все время стоим напротив того места, где пишем. Раз. Одесса уже весь такой лепесточек. Хорошо. Следующий уже стоит. Молодец. Молодец. Так. Раз. Хорошо. Следующий. Майчики. Так. Нет, ровно-ровно. Вставай. Ровно-ровно. Так. Держи кисть плоско. Раз. Не торопись. Не торопись. Хорошо. Передвелся чуть-чуть. Раз. Раз. Ребят, вам понравилось писать мокрой кистью? А вы поняли, в чем разница? Потому что не страшно ошибиться, правда? В тетради страшно ошибиться. Что-нибудь не так сделать, сразу все видя, сразу видно. А здесь все высохло, и все. Можно писать сколько хочешь, и поэтому можно научиться полюбить письмо. Хорошо. Для того, чтобы лучше запомнить письмо, нужно что-то такое написать, запоминающееся. Вот самое запоминающееся у каждого из нас – это наше имя, правда? Смотрите. Вот мы с вами сейчас сделаем вот такую карточку. Каждый напишет свое имя. Конечно, я вам буду помогать. Но сначала нам нужно разлиновать наши листочки. Возьмите линейки, они у вас у всех есть, карандашики. Раз, два, три, четыре. По 4 сантиметра сверху и снизу отметьте, и сейчас мы с вами проведем линеечку, на которой мы будем писать. Раз, два, три, четыре. Не видишь, я тебе помогла. Так, ребята, посмотрите. Если вы ошиблись, у вас там немножко по-другому получилось. Ничего страшного. Ничего страшного. Все поняли, что мы делаем, да? Хорошо. Хорошо. И сейчас в этой линеечке мы вот точно так же, видите, у вас они еще и неформатные. Вы все-таки взяли каллиграфическую бумагу. Итак, мы с вами будем вписывать свое имя. Я вам хочу показать, ребята, видите, вот у меня написано тут имя и кириллицы, и глаголицы. Просто чтобы вы хотя бы посмотрели, что это такое. Все видят, да? Видите? Вот это имя Елена написано кириллицей, а вот это имя написано глаголицей. Итак, смотрите, пожалуйста. Здесь написаны имена всех, кто в вашей группе. И даже кого-то у нас сегодня нет, да, из вашей группы. Ну, ничего страшного. Посмотрите. Итак, Мария. Кто у меня Мария? Мария, да? Обрати внимание, как будет написано твое имя. На конце будет вот эта вот буковка. Мария, да? Ну, читаем Мария. Так, Ольга. Ольга, замечательно. Иоанна. Ты, Иоанна, да? Ты. Да. Ну, мы уже вот в такой традиции будем писать ваш именно так. А мальчик Ваня у нас кто? Так. Значит, Ваня у тебя будет точно так же, только на конце будет вместо буквы АС будет твердый знак. Хорошо? Так, Александр, кто у нас? Александр. Александр, нам с тобой очень повезло, потому что в твоем имени, посмотри, какая буква пишется замечательная, в цирковно-станском языке есть две буквы, которые сразу два звука передают согласных. Посмотри, буква КСИ. КСИ. То есть не нужно писать букву КАКО и букву СЛОВО, да? А что это вы так смеетесь? Это такое греческое слово. Тут еще и поинтереснее есть. Я просто не успею вам все рассказать про буквы сегодня. Так, Константин, кто у нас? Так, два Константина. Да, у вас все будет просто в вашем имени. Так. Андрея, сейчас напишем, не страшно. Сейчас Андрея, сейчас напишем. Так, и Дионисий кто у нас? Денис? Тоже нету, да? Значит, Андрея мы сейчас напишем. Обрати внимание, в букве НАШ, так еще она сказала, буква НАШ. Ребята, значит, в имени Александра, Иоанна, Александр, Константин, Даниил, Дионисий, буква НАШ. Она пишется с перекладинкой в другую сторону. Ну, вас этим не удивишь, вы же английский учите. В английском у нас Н вот так пишется, правда? В русском пишется вот так. А в церковно-славянском как бы промежуточный вариант. То есть чуть-чуть наклонена. Значит, Анна Дрей. И еще обязательно вы все поставите ударение в каждом имени. А теперь посмотрите, имена, которые начинаются с гласной. У нас таких три имени, четыре. Над первой гласной еще будет вот такой, спасибо большое, вот такой значок, он называется придыхание. Так, разлиновали, ребята. Так, я иду вам помогать. Нет-нет-нет, сейчас, ребята, мы с вами сначала карандашиком напишем. Эскиз нашего имени. Так, ручку закрываем. Как тебя зовут? Саша, да? Саша, давай, я тебе помогу, потому что у тебя имя-то ты вот не надо. Ребята, и так, еще раз. Сейчас мы карандашиком сначала сделаем эскиз нашего имени. Эскиз карандашиком. Карандашиком пишите тоненькой-тоненькой линейкой, не надо нажимать. Да, тоненькой такой, очень легкой линейкой, потому что это эскиз. Потом этот эскиз мы обведем не ручкой, а маркером, который вам приготовили. Итак, ребята, смотрим на образцы. Понятно, что делаем, да? Так, я вот карандаш отняла, но я к тебе сейчас подойду. Так, всем образцы видно, да? Видите, ребята, да? Может, у тебя имя очень большое. Давай вот это так сделаем. Здесь будет эта прекрасная буква кси наша. Дописывай сам, хорошо? Вот так вот, прошел. Продолжай. Так, мальчики. Костя, смотри, мы линейки сделали специально. Костя, я для тебя пишу. Понял? Вот так в режиме. Только так, чтобы у тебя поместилось все. Давай все-таки вот эти средние выберем, да? То же самое. Вот здесь будем останавливаться. Давай я тебе покажу, где маркер, чтобы ты понял, что мы с тобой будем делать, значит. Понимаешь теперь, да? Продолжай в таком же режиме. Так, всем имена видны на доске хорошо. Так, Оля, молодец. Так. Маша, все хорошо. Андрей. Андрей. Ты же линейки сам чертил, правильно? Попробуй дальше сам. Допиши. Так, и Костя. Костя, тоже от линейки к линейке. Начинаешь с верхней и заканчиваешь на нижней. Хорошо? Не забудь то, что у тебя твердый знак будет в конце. Ну что ж, ребята, вы сделали эскизы. Теперь берете маркеры, которые у вас лежат на столах, и начинаете обводить. Обратите внимание, что в буквах есть вот это сочетание широких и узких линейчиков. Но это для тех, у кого маркеры плоские. Смотрите, представьте, что у меня это маркер. У меня, конечно, не самый удачный. Им как раз не покажешь этот переход. Вот на имени Андрей, да, я провела мачту. Она широкая должна быть. Если у вас маркер узковат, то можете провести два раза рядом. Вот так вот, чтобы появилась, получилась более широкая мачта. Добавили здесь нажим такой. И еще мы с вами сделаем потом засечки. Начинайте, я пойду посмотрю, как у вас получается. Сидим. Молодец, очень хороший у тебя, да. Так. Ты запуталась с буквой АС, да? Давай вот наметим вот эти вот перекладинки, чтобы уже понять, где, чего, как. И АС мы сделаем с тобой букву вот такую. Хорошо? Так, уже можно обводить. Мальчики, как дела? Константин. Ничего страшного. Есть такая вещь, она называется «Карандашик», да? Называется она «Вязь». Мы сейчас эту «Вязь» с тобой используем. Константин. Значит, я не вместилась две буквы. А мы их сейчас вот так спрячем здесь. Называется «Юрок». Начинаем обводить. Давай, давай, я тебе начну, смотри. Продолжай. Так. Ну, видишь, у нас тут с тобой лишнее место осталось, да? Потому что можно было пожирнее просто их делать. Даже вот здесь ты написал больше, что у тебя вместо ушло. Так, сам доведи до конца. Олюшка, давай мы с тобой сразу сделаем эту толщину. Правильно, вот смотри. Вот, и мы это закрасим. Как будто мы с тобой работали широким. Еще украсить, вот так точечки сделать. Поняла? Делай. Так. Машенька, посмотри, как я Оле сделала. Видишь, сможешь так сделать? Вот эти вот вертикальные линии постарайся сделать жирнее. Андрей уже тут все быстро сделал. Почему? Молодец. Так, вот смотри, здесь у нас такое украшение было. Так, раз. Только нужно было вести плавно, чтобы линия была непрерывающаяся. Вот так вот, да? Мне понравилось занятие, оно и интересно, и познавательно. Но у меня есть небольшие замечания. Как учитель начальной школы, я понимаю всю важность работы с детской рукой. Я понимаю, как важна каллиграфия не только руке, но и мозгу. У меня большая просьба к организаторам. Пожалуйста, разработайте систему работы по данным прописям. Выделите каждый элемент. Эти элементы пропишите, откуда он должен начинаться и куда вестись. Пожалуйста, продолжите работу и сделайте курс действительно интересным и законченным. Так, ребят, а теперь посмотрите, я вам покажу вот такой прием. Это называется засечка. Так, внимание, пожалуйста, внимание на доску. Посмотрите. Все на меня смотрят, мальчики, девочки? Смотрите. Значит, сейчас мы с вами проверим. Вот мы же писали от линейки к линейке. Вот сейчас мы должны проверить, доставали ли мы до конца нижней линейки и начинали ли мы от верхней линейки. И вот сейчас мы проверим себя как. Мы вот на эти мачтовые элементы, да, мы сделаем засечки. Вот точно по той линейке, которую вы сами прочертили карандашиком, сделайте засечки. Не очень этим мелом здесь видно. Я вам пойду. Значит, Кость, давай я тебе покажу. А, ну ты понял, да? То есть ты проверяешь. И видишь, ты здесь не достал. Значит, надо довести. Так, хорошо. Хорошие засечки. Так, Саша. Ну все, давай так заканчивай, значит, засечки тоже делай, да? Вот так вот, хорошо? Засечки. Вот все элементы, которые стоят. Хорошо. Молодец, поняла. С засечками ты можешь сделать толще вот эти элементы. Давай попробуем, смотри. Мы возьмем. Я переверну просто потому, что сейчас это не важно. Добавь вторую линию, а потом ты вот так засечкой соединишь. Посмотри, какая буква получалась. Вот так вот. Здесь вот и не достал. Надо довести до конца. Видишь, как я делаю? То есть я просто плавно веду. Как бы не чиркаю, да? А вот плавно веду, как будто я еду на лыжах. Раз. Вот так вот. Вот так вот. То же самое. Так. И засечки делаю засечки. Значит, ребят, нам надо заканчивать, поэтому давайте доводите до конца. Потому что мы сейчас с вами все это на доску прикрепим, сфотографируемся. Ребята, заканчиваем. Итак, как вы поняли, что такое каллиграфия? Что такое каллиграфия? Это красивое письмо. Скажите, пожалуйста, вам сегодня удалось немножечко усовершенствовать свое письмо? Да. Вы овладели какими-то дополнительными навыками письма? Правильно? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как называется вот эта вот графика, вот эта азбука, которую мы используем? Кириллица. Кириллица, совершенно верно. А вы запомнили, какая еще была создана азбука? Глаголица. Глаголица. Замечательно. Ну а сколько лет-то празднуем Дню православной книги? Пятьсот. Почти пятьсот. Ну еще не пятьсот, но уже к тому идет. А письменность сколько существует? Три тысячи. Три тысячи. Молодцы, очень хорошо запоминаете. Три тысячи лет. Ну вот единственное, мы с вами только вот дату создания славянской письменности я мне назвала. Я сказала, что больше тысячи лет, да, тысяча сто с лишним лет уже существует вот то церковно-славянское письмо, которое мы сейчас с вами использовали. Ну что ж, ребята, будем любить наше письмо. Да. Будем стремиться красиво писать. Да. Ну тогда я вам открою один секрет, раз вы так настроены хорошо. Оказывается, тот, кто занимается письмом, он развивает свое мышление. Вот он не просто рукой водит, да, и какие-то знаки пишет. Он становится все умнее и умнее. Поэтому если вы будете стремиться красиво писать, вы будете тоже становиться умнее, мудрее, и больше будете любить нашу азбуку, наше письмо и все, что с этим связано. Договорились? Угу. Спасибо. Конечно, такие уроки хорошо бы было внедрить для меня. Просто открытие того, что такое сегодня происходило. Я считаю, для школы это очень большая заслуга. И хотелось бы, конечно, в каждой школе видеть подобные мастер-классы, хотя бы для начала, а вообще в дальнейшем уроки. Я знаю, что в Москве очень много сейчас школ, которые поддерживают эту инициативу и организовывают и проводят подобные уроки. Не только мастер-классы, есть специальные, оказывается, программы, по которым это все проводится. Учителя очень хорошо знают и любят такой тезис – ум ребенка заключен на кончиках его пальцев. Что же это значит? Это значит то, что когда человек работает над совершенствованием письма, он развивает свое мышление. Это вот самое главное. У нас есть в стране прекрасные каллиграфы. В Санкт-Петербурге, в Москве, в других городах сейчас как-то стали появляться какие-то каллиграфические центры, школы. Но все-таки это не национальный масштаб. Если это поднимется до уровня национального масштаба, то я думаю, что у нас в каждой школе будут существовать какие-то такие каллиграфические центры. И будут проводиться конкурсы. И пусть они достигнут государственного масштаба. Но мы как сможем в этом поучаствовать. Как вам результат ваш? Прикольно. Прикольно? Ну а теперь давайте берите свои карточки, возьмите их в руки. Мы сейчас сфотографируемся все вместе. У меня кучки. Вот. Кучки нарисованы. Прикольно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»